Профессор Хасан Унал, покупка С-400 не отменится в результате психологической войны, Айденлик, Турция. Айденлик Газетиси, Турция. 7 июня 2019 года. Преподаватель университета Малтепия, эксперт в области международных отношений, профессор, доктор Хасан Унал, Асан Унал, прокомментировал в беседе с Айденулэкспоро вокруг покупки Турции С-400. Унал отметил, что с помощью сообщений об С-400, которые публикуются прежде всего в зарубежных СМИ со ссылкой на неизвестные источники, ведется психологическая война, при этом Турция не откажется от покупки С-400. Кризис С-400, который мы в настоящее время переживаем в отношениях с США, не сама проблема, а результат существующих проблем, полагает эксперт. Хасан Унал не считает, что Турция пойдет на попятную в вопросе покупки С-400. В Министерстве иностранных дел тоже делают заявление о этом ключе, сказал он. Заявления, которые поступают из России, также показывают, что поставка С-400 пойдет по плану. Унал продолжил, если Турция откажется от покупки С-400 у России, турецко-российские отношения получат серьезную рану. Мы столкнемся с еще более тяжелой ситуацией, чем в ходе кризиса, связанного с уничтожением самолета. Мы помним, что произошло после того, как был сбит российский самолет, в туризме, в сфере экспорта свежих овощей и фруктов, экспорта текстиля. С тех пор прошло совсем немного времени. Отныне С-400, конечная точка в отношениях с Россией. Угрозы санкций по словам эксперта, все балансы в нашем регионе меняются. Если в этих условиях в вопросе покупки С-400 будет сделан шаг назад, Турция и в глазах России потеряет лицо, а в глазах США станет выглядеть легкоуправляемой страной. Унал, комментируя угрозы санкций со стороны США, отметил, С-400 не единственная проблема в отношениях США и Турции. Мы сталкиваемся с США по многим основополагающим вопросам. К востоку от Ефрата Турция желает зачистки региона от рабочей партии Курдистана, партии Демократический Союз. США против. Что будет, если Турция перейдет к активным действиям и пригрозит санкциями? Скажет, если вы не прекратите буровые работы в Восточном Средиземноморье, я введу санкции. Или, если вы не сделаете на Кипре то, что я хочу, я введу санкции. Есть еще множество подобных проблем. Кризис С-400, который в настоящее время мы переживаем в отношениях с США, не сама проблема, а результат существующих проблем. О самолетах, которые не стоят назначенной цены. По поводу угрозы если Турция купит С-400, США не дадут F-35. F-35, Унал высказал следующее мнение, даже если Турция откажется от С-400, еще неизвестно, передадут ли США F-35. Потому что Израиль оказывает давление на США. Израиль не хочет, чтобы США предоставляли F-35 кому-нибудь в регионы, кроме него. Между тем есть еще один вопрос. F-35, это проблемные самолеты, которые не стоят назначенной цены. Это открыто озвучивается в докладах американских экспертов и других самых компетентных специалистов мира в этом вопросе. Для Турции, может быть, даже лучше будет, если США не передадут F-35. Миссия зарубежных информагентств Ф-Унал также обратил внимание, что зарубежные информагентства публикуют новости, не соответствующие действительности. Рейтеры другие иностранные информагентства ведут психологическую войну против Турции. Ни одна из новостей, опубликованных ими в последние дни, не была убедительной. Сообщение, начинающее со словами турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным, далеки от реальности. Их цель известна, это сфабрикованные новости. Поддержка от России эксперт дал оценку событиям в Восточном Средиземноморье и позиции России. Министр обороны России Сергей Шойгу на днях сделал очень важное заявление. Он сообщил о возможном совместном с Турцией производстве С-500. Говорил о совместном производстве самолетов Су-57. Помимо этого, он сказал еще одну очень важную вещь. Турция вправе защищать свои права и интересы в Восточном Средиземноморье. И у нее есть военный потенциал, чтобы сделать это. Это заявление, самое сильное, самая явная поддержка Турции в Восточном Средиземноморье. Мы вступили в такой период, когда Турция или получит большие преимущества в многополярном мире, или, что называется, останется без намаза между двумя мечетями. Игру поровести основательно. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.